Незабытая музыка К 75-летию Великой Победы Так, в середине 1944 года работал военно-полевой госпиталь под Минском, куда доставили пострадавших после немецкой бомбардировки в соседнего военного аэродрома. Когда всех рассортировали, из Мертвецкой послышался стон. Своим вторым рождением композитор Леонид Афанасьев обязан проходившему мимо санитару. Леонид Афанасьев все детство мечтал о полетах. По иронии судьбы, самыми ненавистными в школе для будущего композитора были уроки музыки. В 1940 году он окончил первое Чкаловское военно-авиационное училище и остался работать в нем летчиком-инструктором. На фронт попал только в 1943 году, совершил 116 боевых вылетов, вся грудь была в орденах и медалях. С эскадрильей ему повезло. Ребята подобрались очень музыкальные. Когда кто-нибудь спрашивал, где первая эскадрилья, ему нередко отвечали «Идите туда, где поют». Роковое ранение случилось на земле. Немецкие бомбы накрыли расположение полка. Леонид бросился спасать девочку, метавшуюся между домами. Осколком перебило позвоночник, Афанасьева контузило и парализовало. Именно поэтому он и не подавал признаков жизни, когда его нашли. Несколько месяцев лежал в госпитале без движения, даже язык не слушался. Но постепенно тело стало возвращаться к жизни. В начале 1945-го он догнал свой полк. Не двигалась только левая нога, но это был сущий пустяк. Друзья приспособились закреплять ногу в кабине самолета системой затяжных ремней, и Афанасьев вернулся в небо. После войны врачи категорически запретили ему летать, и тут пригодился опыт поющей первой эскадрильи. Леонид решает обратиться к музыке. Начать в 25 лет с нуля карьеру профессионального композитора и рассчитывать на успех – это под силу людям необычайной силы воли. Леонид Афанасьев окончил Алма-Атинскую консерваторию, а затем аспирантуру у Арама Хачатуряна в Москве. За концерт для скрипки с оркестром, написанный в 1951 году, новоиспеченный композитор был удостоен сталинской премии. Это была невиданная победа над обстоятельствами, над судьбой и над самим собой. Композитор Леонид Афанасьев состоялся во всех академических жанрах. Великолепна его киномузыка. Она звучит в картинах «Когда деревья были большими», «Хозяин тайги», «Это было в разведке», а также в популярных сериалах «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Но главным жанром для Афанасьева всегда оставалась песня. Он полюбил ее на фронте и часто адресовал свое творчество друзьям-однополчанам. Программа подготовлена Фондом Тихона Хренникова при поддержке Фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова